здарова народ с вами варчик в этом видео хочу с вами поговорить на такую тему почему же снаряды в игре world of dance могут пролетать сквозь танки да не не то что могут они реально иногда пролетают сквозь танки это случается не очень часто но бывает каждый из нас может с этим столкнуться причины могут быть разные но есть одна из причин которую надо с вами обговорить поскольку это заложено в игре специально если какие-то глюки баги там или лаги серваков или еще что-то это можно типа отнести на что-то что случается по причине каких-то лагов багов то есть причина по которой снаряды пролетают потому что так запланировано разработчиками даже не то что в клиент об саму модельку танков некоторые вложена такая вот штука что снаряд будет пролетать насквозь если посмотреть на каких-нибудь сайтах или в модиках на коллижен модели танков и поубирать все всякие там фальшборта а весики и тому подобный мусор оставить чисто корпус в который можно нанести урон то вы увидите что на самом деле чтобы нанести урон нужно попасть в сам корпус и пробить его всякие там гусеницы маски какие-то там советские фальшборта все это не считается и туда урон не нанесется но есть такие странные модули навесные вокруг танка которые кажутся вполне корпусом в них попадает снаряд и она даже не говорит попадания как в случае с гусеницами которые тоже не дают тебе возможность нанести урон но она хотя бы тебе сообщает что ты в них попал говорит попадания а вот если уже за гусеницей пробивается броня тогда уже говорит пробил если снаряд после гусеницы пробивает еще и корпус но вот что касаемо всяких вот навесных таких вот модулей или я даже не знаю как их назвать допустим у британских ст у некоторых даю тяжей кажется сзади на башне есть какие-то там корзины сквозь них спокойно пролетают снаряды они ничего не будут делать также есть еще всякие танки у которых на затылке там квадратные штуковины они тоже снаряды пропускают насквозь они выполнены в виде вообще просто какого-то неведомого квадрата так и вот в нашем случае есть такая вот арта м12 у нее под пушка есть такая вот балка какая-то не знаю какую она там функцию выполняет визуально она здоровенная на там висит под пушкой но она вообще никак не учитывается и когда в нее снаряд попадает он просто вылетает насквозь ничего нам не об этом не говорит мы визуально видим что вы попали в танк но снаряд вылетел сзади него и все и таких танков в на самом деле если посмотреть очень много и как это можно понимать что снаряд попадает в танк в одну из его частей ладно там у британцев на затылке корзина какая-то но оторвется допустим корзина дыну и фиг с ней но когда такая вот вещь которая под пушкой висит под стволом ты в нее попадаешь и она тебе ничего не говорит даже это бред какой-то и если поискать то можно по находить очень много таких вот мест у танков различных которые заложены разработчиками что туда снаряд не наносит урон а просто летит насквозь дальше и здесь уже не надо говорить какие-то лаги и баги или чет такое это разработчики сами так все сделали мне в принципе то понятно как оно сделано урон наносится чисто в корпус все остальное не считается вообще никак разве что фальшборта и гусеницы ухудшают ваши шансы пробить а такие вот всякие вот штуки которые визуально видно но в колледжной модели их нету они вообще ни в чем не участвуют кроме визуала у меня конечно бывали случаи когда снаряды и сквозь лтшку пролетали особенно какие-то там французские да и бывало что в пиксель и су-152 между катком и корпусом просто вдоль всего танка вылетал снаряд и вообще ничего мне не говорил об этом просто вылетел насквозь и дальше полетел но есть и такие ситуации когда снаряд попадает в танк но эта часть танка оказывается вообще никакой не материальной поэтому вы должны об этом знать конечно все модельки танков изучить довольно таки проблематично поскольку их очень много но вы должны знать что если снаряд пролетел насквозь то может быть это не глюки баги а так заложено разработчиками и прежде чем устраивать панику нужно сначала разобраться в ситуации также еще урон не наносится в пушку если вы попали в нее особенно сбоку как в этом видео попали во рту и сказала не пробил снаряд попал сбоку в ствол и вылетел насквозь не задел корпуса вот и урона и нет поэтому нужно пробивать именно корпус ну или башню если вы пробиваете какие-нибудь там катки а за катком ничего нет это урона не даст если вы пробиваете пушку за пушкой ничего нет если вы пробиваете какую-нибудь навесную неведомую хрень и за ней нет корпуса то тоже ничего не получится вот такие вот дела хотя с виду кажется как будто бы мы стреляем в танк и все вот наш урон но разработчики посчитали что такая здоровенная часть танка нифига не приносит нам урон добавим еще сюда казино которая участвует в каждом нашем выстреле и во вражеском выстреле тоже участвует казино и вся игра превращается вообще в черте что вместо того чтобы добавлять комфорта игрокам на мой взгляд разработчики все эти годы только дискомфорта добавляют с вами был варчик играть красиво пока